Здоровье это лишь могущественный рычаг, помогающий нам поменять сознание. Ведь смотрите, вот сколько ни говори человеку там, ну не ешь мясо каждый день, ну на Пасху, ну на Рождество, ну на праздник, ну раз в месяц, ну каждый день, ну не ешь его. Не будет слушаться, заболеет, доктор ему скажет то же самое, поверь. То есть болеющая плоть меняет сознание. Допустим, скажут, например, какой-нибудь бабе злой, как баба Яга, например, злой, такой вот, такой вот, такой черный от злости. Слушай, перестань ругаться на невестку. Твой сын женился на ней, он ее любит. Отстань от нее. Прими ее как выбор твоего сына. К тому же живут они отдельно. Пусть живут, не проклиная ее, не ругаясь на нее, не звони сыну, не выноси в мозги. Не будет слушать. Заболеет раком и скажет ей доктор, вы знаете, что раковые болезни притягиваются негативными мыслями. Если у вас на кого-нибудь есть обида, злость, вы, пожалуйста, все отодвиньте, забудьте, простите. И возникает, умножается шанс, процент вашего исцеления. Тут же, зараза, простит. Позвонит невестке, скажет, прости меня, доченька, я тебя прощаю, у меня раковая болезнь, я хочу быть здоровая, все, все, я тебя прощаю, все. Так. Болеющий плотью перестает грешить. О, давайте скажем вместе, аллилуйя. Вот что мне нужно, чтобы перестать завидовать, например, осуждать, считать других плохими. Вот я, например, сижу у своего окна, смотрю, проезжает мимо кабриолет какой-нибудь, ну, типа ламборджини. И в нем дама. Целая история в голове. Как она получила этот ламборджини здесь, сколько он стоит. У меня куча всего в голове сразу, сразу, прям в секунду. Это при том, что я не писатель почти. А вот у меня болит зуб. И я хожу по комнате и мучаюсь. И про этот ламборджини я его не замечу даже. Я его даже не замечу, потому что мне какая разница, кто в чем едет и как он это получил. У меня зуб болит. Что страшнее, чем болящий зуб у нормального человека. То есть страдающий плотью перестает грешить. Это не значит, что есть некая мертвая связь. Пока не заболеешь, не перестанешь грешить. Нет. Можно не грешить, будучи здоровым. Можно. Ануфри Великий. 96 лет. Из них 68 в пустыне. Ни одного живого лица. Только молитва. О чем он с Богом разговаривал, я не понимаю. Но, видимо, у болезни есть треноживающее свойство. Заболел? Прекращай грешить. Особенно неприятен человек, который и болеет, и прозрает грешить. Прекращай грешить. Прекращай грешить.